Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам самые популярные мифы о здоровье домашних кошек. Кажется, о кошках мы знаем практически все. Люди уже давно приручили мяукающих и хорошо изучили этих животных. Однако до сих пор некоторые владельцы кошек верят в мифы про своих питомцев. Действительно ли домашних кошек не надо прививать? Можно ли кормить мяукающего друга со стола? Давайте подробнее рассмотрим самые популярные мифы о здоровье домашних кошек. Считается, что если кошка не выходит на улицу, то ее не надо прививать. Однако это не так. При отсутствии медицинских противопоказаний всех кошек обязательно надо вакцинировать от бешенства и специфических кошачьих инфекций. Многие считают, что заразиться опасными инфекционными заболеваниями питомец может только на улице. Но есть ряд ситуаций, когда даже домашняя кошка может подцепить болезнь. Например, мяукающий друг может случайно выбежать на лестничную клетку и встретить там другое животное, которое может быть разносчиком инфекции. Также есть вероятность заразиться в ветеринарной клинике. Домашнюю кошку не надо обрабатывать от паразитов. Еще один распространенный миф. Питомец может подцепить паразитов, даже если никогда не покидает стен дома. Например, животное может съесть зараженный гельминтами продукт. Поэтому абсолютно всех мяукающих питомцев нужно регулярно водить на дегельминтизацию. Бытует мнение, что кошка справляет нужду вне положенного места из-за вредности. На самом деле, такое поведение животного – это сигнал о помощи, а не выражение негативного отношения к хозяину. Кошке может быть больно, дискомфортно или страшно, а запах мочи помогает ей успокоиться. Часто хождение в туалет в неположенном месте – симптом мочекаменной болезни, цистита или стресса у кошки. Если вы заметили подобное поведение у своей любимицы, немедленно отведите ее к ветеринару. Многие уверены, что домашних животных не нужно стерилизовать или кастрировать. Однако, кастрация или стерилизация может быть полезна питомцу. Она избавляет животное от страданий из-за нереализованного полового инстинкта. Кастрированный кот и стерилизованная кошка, как правило, не испытывают стресса, характерного для половой охоты, и в большинстве случаев прекращают оставлять половые метки в доме и кричать. Кроме этого, своевременная кастрация и стерилизация – это самая эффективная мера профилактики воспалительных и онкологических заболеваний мочеполовой сферы. Существует мнение, что домашней кошке не нужен уход за шерстью. И это еще один миф. Абсолютно каждому мяукающему другу необходим подходящий именно ему уход за шерстью. Кому-то уходовые процедуры рекомендуются ежедневно, а кому-то они нужны только пару раз в месяц. Но это не отменяет важности внимания к шерсти питомца со стороны его владельца. Кошку можно кормить со стола. Еще одно из самых распространенных заблуждений. Еду с человеческого стола ветеринарной врачи относят к запрещенной категории. В ней, как правило, очень много вредных и даже опасных для кошек веществ. Последствиями такого прикорма могут стать нарушения работы поджелудочной железы и печени, гастрит, аллергия у животного. Теперь вы знаете самые популярные мифы о здоровье кошек. Помните о них при содержании вашего мяукающего друга. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!